Сформировать мощную систему обратной связи с населением поручил глава государства на 18-м очередном съезде партии Нур-Отан. Единым окном помощи для граждан по принципу «здесь и сейчас» должны стать общественные приемные. Только в Кустанайск области за последний год в общественные приемные обратились около 7 тысяч человек. С какими проблемами приходили люди и какой процент заявлений исполняется, об этом подробнее в нашем сюжете. В общественные приемные, как обычно, многолюдное население приходит с различными проблемами. Например, пенсионерка Надежда Третьяк помогла целому микрорайону, выбила остановку по требованию. А еще совсем недавно жителям частного сектора, чтобы сесть в автобус, приходилось идти больше километра. Большое расстояние между остановками было и очень много было обращений в ЖКХ. Но почему-то ЖКХ не реагировали на нашу просьбу, и мне пришлось обратиться в партию «Нуратан». Эта остановка нужна всем – и пожилым людям, и детям. За последний год за помощью к партийцам пришли около 7 тысяч кустанайцев. Из общего числа обращений определились три основных проблемы. Они касаются социального обеспечения, трудоустройства и сферы ЖКХ. Половина вопросов решена положительно, остальные – на контроле. За последние три года с 17% до 48% вырос процент положительно решенных обращений. У нас есть информационная система общественной приемной, то есть все обращения официально регистрируются. В случае, если это вопрос касается определенного госоргана, письменно к нему направляется запрос. Проблемы восточно-казахстанцев решают в формате общественных приемных при 20 региональных филиалах партии «Нуратан». Диалог с населением ведут представители госучреждений и акиматов. Здесь принимают заявления на оказание адресной социальной и спонсорской помощи. В 2018 году рассмотрено больше 5000 обращений граждан. А Гульжана Бдрахманова ждет решения по своему вопросу. Она вместе с мужем воспитывает семерых детей. Живут в пристройке недостроенного частного дома. Местные власти пообещали помочь и выделить квартиру в новостройке. Обещают, что обеспечат детей в школьном форме с 1 сентября. И вот АСП платят мне, социальную помощь платили недавно. Насчет жилья еще решают мои вопросы, но еще ничего не решено. Попасть на беседу к чиновникам из областных госорганов стало проще и сельчанам. Для них проводят выездные приемы. На каждый из них приходит до 200 человек. Наталья Строкова, Вячеслав Витлугин, Сергей Трахтенберг, Дмитрий Пыхтин, Хабар 24.